Эстрада Николай Смирнов-Сокольский Настоящий конферансье Всегда слуга двух господ Артиста и зрителя Он не просто собиратель отдельных номеров Но и создатель особой праздничной атмосферы концерта Борис Брунов вырос на манеже С середины 19 века в России была хорошо известна цирковая труппа Брусевшего итальянца папе Бруноса Атлета и акробата В труппе блистали родители Бориса Брунова Флорентийская красавица Марий Брунос И поляк Юзеф Робертс Это была прекрасная пара И в жизни, и на арене Что они только не делали Жонглировали, работали на проволоке В цирковых пантомимах Выступали как акробаты В цирке каждые родители Старались Старались, если есть Во-первых, выпускают до завтрака Пока с кирогазами Матери за кулисами там что-то делают Их на манеж до завтрака Всех с четырех лет Смотрят у кого, какой проявляет талант Родители выпустили сына на манеж В самом опасном номере Сверхметкие стрелки из ружей На глазах ошеломленной публики Десятилетний Борис, повернувшись спиной И целясь при помощи зеркала Ловко сбивал яблоко с головы отца Многочасовые занятия Вознаградились шумными аплодисментами И значком Ворошиловский стрелок Однажды, находясь на кастролях в Москве Юзеф Робертс повел сына в тир саду Эрмитаж Хозяин снисходительно протянул мальчику винтовку Борис прицелился И за минуту все мишени были поражены Довольный сгреб все причитающиеся призы И пошел к выходу Вроде и не замечая изумления растерявшегося хозяина Жизни без манежа он себе уже не мыслил Цирк манил буйством красок Волшебством действа, яркостью света Привил чувство публичности, раскованность, непринужденность Со временем были освоены и другие жанры Жонглирование, акробатика Игра на ксилофоне и концертина Искусство художника-моменталиста Все это копилось и собиралось годами А пригодилось уже не в цирке А на эстраде и в жизни У него, во-первых, идеальный слух Это ему помогало И поскольку он во многих странах был и конферировал на том языке Он не знал языка, но он когда с переводчиком работал И он еще на консультации в посольство просился Чтобы его проверили, чтобы его понимали И он очень хорошо, этот слух его очень вручал И память Феноменальная память была Я, например, вот ксилофон Иногда я очень редко это делаю Но я вот, скажем, после ксилофониста После музыкального номера Выхожу и говорю Увертюра к опере Кармен И начинаю играть Публика не верит А я... Ну и так далее Конферанс родился на Монмартре В первом парижском кабаре Шануар «Черный кот» Который в 1881 году Открыл художник и поэт Родольф Салин Ему и принадлежит открытие нового жанра конферанса Кабаретная эпидемия очень скоро охватила всю Европу Не миновав и Россию В первом кабаре «Летучая мышь» Московского художественного театра Был свой знаменитый конферансье Добродушный и улыбчивый хозяин заведения Никита Балиев Конферансия происходит от французского слова конферанс Что значит собирать Отсюда конференция, между прочим Которая собирает людей Так вот, конферанс Является единственным отличительным свойством эстрады Ибо танцы, любые виды искусства вы найдете как в эстраде Так и на театральной сцене Так даже и на оперной, и на балетной сцене А конферанс присущ только эстраде Конферанс – это такая профессия Которая основывается на модели чисто человеческого общения Шаг Бориса Брунова во взрослую жизнь Был окрашен трагическими событиями Началась война Цирк в это время находился на гастролях в Владивостоке Борис Брунов, как и другие мальчишки Обивал пороги военкоматов и призывных пунктов Но его призвали только в 42-м На Тихоокеанский флот Там он слыл лучшим снайпером, отличником флота И первым артистом Эстрадными подмостками служила палуба Вечерами перед флотскими товарищами Борис Брунов показывал фокусы Рассказывал анекдоты, пел под Утесово И всегда с неизменным успехом Его заметили и пригласили в профессиональный ансамбль Песни и пляски Тихоокеанского флота В качестве конферансье Репертуаром служили вырезки из газет Из журнала «Крокодил» А то и наскоро записанные и выученные куплеты Столичных коллег В 48-м Борис Брунов демобилизовался И начал работать сначала в Приморской Потом в Сахалинской филармонии География бесконечных гастролей была впечатляющей Курилы, Чукотка, Камчатка, Сахалин На престижных московских концертных площадках Тогда царствовал Михаил Гаркави Бывший актер художественного театра Ученик известного дореволюционного конферансье Алексея Алексеева Гаркави обладал редким талантом импровизации Он вел концерт в форме диалога с публикой Отвечал на реплики, нередко провоцируя их Его тучная фигура, огромный рост, характерный жест Которым, казалось, он обнимал аудиторию Сценическое простодушие и одновременно острое чувство театральности Выдвинули его в разряд эстрадных корифеев В 1938 году в эстрадном театре Ленинградского сада отдыха В облике скромного, застенчивого, обаятельного конферансье Появился Аркадий Райкин Он выходил на авансцену, молодой, подвижный, легкий Притягивающий какой-то своей особой душевной открытостью И через несколько минут знакомства с аудиторией становился своим Но очень скоро жанр конферанса становится тесным для масштабов дарования Райкина На Дальнем Востоке после войны Борис Грунов был самым популярным и единственным конферансье Помочь профессионально никто не мог Первыми и самыми сильными впечатлениями от настоящей эстрады стали гастроли знаменитостей Мария Миронова и Александра Минакера, Клавдия Жульшенко, Аркадия Райкина, Михаила Гаркави, Леонида Утесова Борис Сергеевич даже из Владивостока со скудными средствами прилетал на все новые программы Утесова Он его обожал А потом мы очутились просто за стенкой и общий балкон у нас был 24 с лишним года там в каретном ряду И он звонил, и Боря, выйди на балкон уже старый Какие новости, какие анекдоты, расскажи Я когда первый раз попал на концерт, просто за деньги на концерт где-то на Урале, будучи артистом цирка Что для меня было счастье быть на концерте Утесовый? Утесовый, да Просто увидеть вот живого человека, темпераментного Тогда Брунову и в голову не приходило, что совсем скоро он будет работать с мэтрами отечественной эстрады в одних концертах Он был удивительно островный человек Он находил какие-то неожиданные слова, неожиданные такие вот повороты, такие стороны, что людям было приятно И никогда, и никогда никакой злобы Даже когда он над кем-то посмеялся, это было очень добродушно, очень по-доброму, очень как-то, знаете, элегантно Нередко приглашая очередную московскую знаменитость, Приморская филармония предупреждала Конферансье у нас есть свой, замечательный Это всех устраивало, особенно Бориса Брунова Не беда, что приходилось только объявлять, концерт начинается, антракт, концерт окончен Зато целый месяц он ездил по краю с Риной Зеленой, с Александром Вертинским Слякоть, сырость, допустим, в Вертинских лаковых туфлях Борис говорит, Александр Николаевич, ну вы же промочите ноги, вы в такие туфли Он говорит, я же на концерт иду Ну в таких туфлях, он посмотрел, говорит, на мои ноги, сказал, молодой человек, вы еще к этому придете Встреча с Риной Зеленой изменила жизнь молодого конферансье Если надумаете, приезжайте в Москву, я постараюсь вам помочь, сказала она на прощание После войны жанр конферанца переживал не лучшие времена Каждый конферансье искал собственную маску, соответствующий репертуар Старался сохранить видимость импровизации, естественно, при наличии заготовок Жанр обрастал штампами, заплесневелыми анекдотами и стал предметом насмешек Позднее театр Образцова создал незабываемую пародию на такого конферансье В спектакле необыкновенных концертов Казалось, это был конец конферансье старого стиля Добрый вечер, друзья, здравствуйте Ну, с кто я такой говорить не приходится, на концертах вы бывали Стоит только взглянуть на меня, и чутко зрители сразу скажут Да, это он, это конферансье Я действительно конферансье В 51-м году молодой провинциал Брунов устремился в Москву Рида Зеленая действительно помогла В первую очередь она решительно исключила из пестрого репертуара Брунова То, что лежало за пределами хорошего вкуса Ввела его в круг артистической Москвы Рина Васильевна приехала на гастроли Ее со мной кто-то познакомил Она посмотрела меня в концерте Посоветовала приехать в Москву показаться И стала со мной заниматься и репертуаром Большой круг друзей, писателей Как режиссер, как педагог по речи Она безумно остроумная была человеком Она очень хорошо к нему Она очень много помогла ему С речью, он проглатывал У него мысли шли вперед Он не успевал даже сказать Она говорила, не торопись Окончание съел Не торопись, спокойно На работу он не мог поступить Одно исключало другое Вы сами понимаете Такое было время И тогда, значит, Рина Васильевна Дала телефон И сказала Не стесняйтесь, звоните Вам деньги нужны Кто сейчас так может помочь? Известный артист эстрады Аперетты Юрьев Познакомил Брунова с молодым публицистом Матвеем Грином Наконец Брунов обрел автора В репертуаре появились первые положительные фильетоны В шесть вечера после работы И будьте как дома О Москве и ее будущем А второй номер к тому же Как нельзя более соответствовал теме торжественного концерта В колонном зале Дома Союзов В октябре 54-го Молодой конферансье оказался его участником А вслед за тем Штатным конферансье Мосэстрады Ему было доступно абсолютно все Хотя он слыл Таким вот конферансье Положительного толка Поэтому практически все правительственные концерты Все ответственные какие-то мероприятия Все концерты в главных концертных залах А таковым тогда был прежде всего колонный зал Домаса Конечно почти все концерты вел Боря Брунов Сольный конферанц стеснился парным Парный конферанц открывал новые возможности жанра Требовал конфликтных взаимоотношений партнеров Полярности и сценических характеров Первыми артистами, рискнувшими конферировать вдвоем Были Миров и Дарски Нашедшие свои маски Один комик, а другой резонер По их следам шли и следующие дуэты конферансье Рудаков и Нечаев Тимошенко и Березин Известные Тарапунько и Штебс Жизнь новоиспеченного москвича Бориса Брунова налаживалась Судьба сделала еще один щедрый подарок Встречу с любовью всей жизни Марии Ершовой Известной манекенщицей Первой красавицей Москвы На долгие 45 лет Борис Брунов обрел семью Всегда с любовью называя Марию Васильевну Режиссером всей его жизни Когда мы сошлись Я сказала Полгода я тебе даю форы Я не расписываюсь с тобой Я хочу семью И я хочу на всю жизнь Приемы старого конферанца вытеснялись временем На эстраду вышло, вернее, вылетело новое племя Молодое, незнакомое Эмиль Радов, Олег Милявский, Борис Брунов Они были полны энергии и гражданского темперамента Каждый по-своему выражал надежду на обновление После Всемирного фестиваля молодежи и студентов Настроение оттепель Нужно было пройти кратчайшим путем до Лужников Обратились к милиционеру Тот достал из кармана разговорник такой фестивальный И говорит, значит так, дорогие друзья От отеля в Москву Спуститесь в метро Доедете до Каменного бриджа Потом авеню Полянка Авеню Солянка Потом Садовые штрассы Знаете что, ребята, эскюзми Валяйте пешком, скорее дойдете до Лужников Были сборные концерты А в сборных концертах Наряду с какой-то развлекательной, допустим Интермедией, которую исполняли известнейшие актеры Мог после этого выступить танцор Или группа танцоров Станцевать какой-то специальный танец А после этого он мог выйти на сцену Эмиль Гиллильс или Святослав Рихтер И сыграть замечательное, классическое произведение И люди, которые посещали такие концерты Понимаете, они приобщались к прекрасному Со всех точек зрения Они не были настроены только на что-то одно И конферансье был вот тем самым связующим Невероятным звеном между актером и зрителем На сцене стоял не конферансье, а серьезный вдумчивый современник Готовый вдохновенно говорить о недостатках и переменах в стране Эстрада превращалась в трибуну Конферансье беседовал с публикой, что называется, глаза в глаза Открывая концерт вступительным публицистическим фильетоном О, вы дипломат, я вам задам один интересный вопрос В вашей газете очень часто есть два непонятных русских слова Кузькина мать Что это есть Кузькина мать? Господин, вы понимаете, все советские люди Делаем все необходимое, чтобы вы никогда не узнали, что такое Кузькина мать Своё лицо на эстраде Бурунов зарабатывал не столько яркой внешностью, сколько репертуаром Он не агитировал за партию, за власть, а просто беседовал о наболевшем Он появлялся на просцениуме, одетый в обычный костюм, улыбчивый, склонный к шуткам и розыгрышам Эстрада тех лет была, на мой взгляд, очень замечательной Хотя были огромные препоны Ну вот я помню себя Вот я, скажем, должен исполнить какие-то куплеты Значит, сначала смотрел редактор Москонцерта Потом эти куплеты отправляли в управление культурой Потом отправляли в министерство культуры И везде все вычеркивали И потом уже глав лид Только что венгерская студентка объявила наш ансамбль дружба Вообще на первомайский праздник в Москву прибыло очень много иностранных гостей И сегодня здесь на огоньке слышна иностранная речь, песни, танцы Вообще, я даже подумал, это такой, я бы сказал, знаете, микрофестиваль Ведь такой же калейдоскоп лиц будет в Алжире на фестивале Танцы, песни, шутки Между прочим, здесь в студии такая же температура, как в Алжире Он вел праздничный концерт в одном заводском клубе И во время этого концерта сбоку, около дверей раздался голос Водитель машины такой-то, такой-то на выход И вот из первого ряда поднимается человек высокого роста Красивый, с красивой проседью, с элегантным костюмом В очень ярких туфлях и идет к этой двери Брунов вслед ему говорит Это ваш водитель? А я думал, это директор завода Немедленно письмо, немедленно совещание парткома Москонцерта Нас бы всех уволили сразу, но Брунова отстранили на два месяца от работы в Москве В его конферанции редко звучала злая нота Он был доброжелательным конферансье Конферансье-оптимист Что сейчас будет? Вы мне можете рассказать? Сейчас поет певец Ибрагим Джафаров Ибрагим Джафаров из театра Станиславского, да? И Немровича Данченко, солист этого театра Есть две фразы, которые употребляют все наши ведущие Фразы, лишенные логики, лишенные смысла Но почему-то обязательно они звучат и по многу раз в концерте Первое, это дорогие друзья Вот обращение дорогие друзья предполагает, что ты дорогой друг для людей, которых ты даже не знаешь по именам И вторая фраза, ваши аплодисменты Никогда это, тогда я этого не понимал Сейчас, думая о Брунове, я вспоминаю Он совершенно интуитивно, может быть не рассуждая на эту тему Никогда не говорил и не обращался к залу Дорогие друзья И никогда не выманивал аплодисменты Для вашей аплодисменты В его лексиконе этих вещей не было Он только говорил, добрый вечер, здравствуйте И все Гастроли и приглашения не прекращались Приходилось выезжать на стройки, в военные части, в колхозы, совхозы Его ждали на Братской ГЭС, на Целине, на дрейфующей станции Северный полюс Где нет аэропортов, куда не доходят поезда С поезда на машину, да и пешком, в любую погоду Тогда не принято было высказывать недовольство неустроенностью быта В сельском клубе он работал с такой же отдачей и мастерством, что и на столичной сцене Он, конечно, был отрицающим импровизатором Несмотря на то, что на сцене все было выучено наизусть и разрешено реперткомом А в жизни был поразительным импровизатором В реакции его, в импровизации не было равных И я думаю, что и на сегодня нет равных Когда-то в репертуаре Брунова был фильетон «Человек с чемоданчиком», написанный Матвеем Грином Таким человеком с чемоданчиком стал сам Брунов Жизнь текла по морскому принципу Нынче здесь, завтра там В гастрольном круговороте было много интересного Не обходилось и без курьезов Были дни советской культуры во Вьетнаме И наша делегация приехала во Вьетнам То ли это было на аэродроме, то ли на границе Их окружили вьетнамцы Все очень маленького роста, вы это знаете Ничего страшного в этом, но они такие И начался маленький митинг, и цветы, и разговоры А Брунов видит, что рядом с ним стоит девочка маленькая В галстуке, он берет ее и поднимает себе на руки Человек, стоящий рядом, наш, толкает его и говорит Борис Сергеевич, немедленно опустите девочку на землю Это министр культуры В 60-е годы Брунов окончательно завоевал ведущее положение Как конферансье всевозможных декад, фестивалей, праздников Проводившиеся по всей стране В 61-м году торжественным концертом открывается Главная концертная площадка страны Кремлевский дворец съездов И Брунов ведущий этого концерта Этот знаменательный факт признал по сути за Бруновым Роль конферансье правительственных концертов Теперь его имя на афише всегда красовалось Рядом с именами звезд И говорило о значимости и престижности Вот пока будет готовиться следующий номер концерта Я вам расскажу небольшую историю Которая так и называется дискуссия Жили-были Маша с Федей В доме семь на Маховой Их считали все соседи образцовой семьей Как-то раз супруги наши были дома вечерком И сказала Феде Маша Может мы в кино пойдем Но хотелось Феде фото проявить уже давно И сказал он Маше Что-то мне не хочется в кино Взял с собой он кассеты Прочий фотоматериал И до самого рассвета в ванной снимке проявлял Ну а Маша до рассвета не могла ни лечь ни сесть И в конце концов в газету Написала все как есть Дескать то и дескать это Меньше стал меня любить Посоветуйте газету что мне делать как мне быть Бурнов был совершенно особой личностью Это было особое явление Никогда за всю историю русской, советской, российской эстрады Не было такого Чтобы личность конферансье занимала такое место В общественной, социальной, если хотите даже политической жизни страны Мастера научили Бурнова одеваться Первое замечание сделала знаменитая Тамара Церетели В начале карьеры Бурнов вел ее сольный концерт Тамара Семеновна сказала тогда Боря, вы можете не есть, не пить, ночевать на вокзале Но на костюм для сцены вы должны заработать Даже если вам придется украсть Некоторые считали его пижоном Но он гордился, что элегантность на сцене перенял У всегда одетых с иголочки Александра Минакера И Аркадия Райкина Неизменная, вызывающая буржуазная сигара Которая удивительно не противоречила Облику ведущего партийных концертов Можете себе представить, что в советское время Человек выходил из подъезда И в цилиндре, или в шляпе И с сигарой, и бабочка Ну вы можете себе представить советское время Чтобы вот так по улицам Или там стоя, поднимая руку В желании поймать проходящее такси Стоял человек вот такой вот С такой вот внешностью И это было абсолютно естественно И все его знали Причалил мой корвет К турецкой стороне Стамбульский высший свет Руками машет мне И вот по трапу я Спускаюсь без спеша А кто ж навстречу мне Навстречу сам Паша Из брюк я достаю Фамильный партийный сигар И я ему даю Одиннадцать сигар Одиннадцать Одиннадцать От всей души дарю А он мне говорит Спасибо, не курю Менялось время Менялась эстрада Менялся конферансье Эстрада из публицистической Тяготела к развлекательной В 70-е годы Она воздействовала на публику Уже новыми акустическими возможностями Опробованными ВИА И освоенными западной сценой Световыми зрелищными эффектами Нескончаемый эстрадный праздник На сцене Погрузил зрительный зал во тьму В зале стали гасить свет Где уж теперь конферансье Разглядеть глаза сидящих Переливающаяся разноцветными огнями эстрада Требовала от конферансье Пересмотра репертуара Собственные разговорные номера Стали короче Фильетоны уходили в прошлое Уступая место коротким Злободневным куплетам и репризам Брунов мастерски исполнял куплеты С элегантностью и шармом Некоторая грузность фигуры Лишь подчеркивала его музыкальность И подвижность Московский елисейский гастроном Теперь там все ну как при Николае И ветчина, и буженина в нем И семга на прилавках прямо тает Бананы в первозданной красоте И овощи, что дарит нам природа Как при царе Жаль цены вот не те, что были до семнадцатого года Барнов имел право и мог быть конферансе не в чистом виде И в этом его отличие от всех нас его коллег Совершенно пренебрегая законами классики жанра Согласно которой конферансье Ведущий должен работать только на ауру концерта И целиком себе отдавать его участников Брунов своими сольными номерами Которые по той же классике должны отсутствовать Одним своим появлением на сцене создавал Еще более яркую ауру Такую ауру, которой не снилось нам, опять же, его коллегам И артисты считали за честь Участвовать в концерте, который ведет Брунов Артисты любили ездить с Бруновым в гастрольные поездки Если он был в автобусе или в вагоне Долгий путь незаметно превращался в сольный концерт Бориса Брунова Он сознательно и навсегда перепутал в жизни сцену Оставаясь в жизни таким же остроумным, жизнерадостным и вдохновенным Брунов обладал редким талантом Собирать вокруг себя людей Его доброта была безмерной Запас анекдотов неистащим А реакция мгновенная Никто не умел создавать и поддерживать атмосферу праздника, как он Брунов был неисправимым тусовщиком И бессменным томодой всех застолий Его шутки, анекдоты в актерской среде широко известны и растиражированы эстрадными мемуарами Но от этого они не становятся менее остроумными Он был рожден в Грузии Конечно, я к нему питала особые чувства Он мне казал, что он вот с собой взял сюда, в Москву, в Россию, кусочек Грузии Он всегда, когда меня видел, рассказывал анекдотов 50 И мы смеялись, вспоминали И я понимала, что когда существуют такие люди Как-то сложно говорить о нем в прошедшем времени Когда существуют такие люди, ничего не страшно Потому что все равно они оставляют атмосферу за собой Которая ничем не может быть подменена Которая ничем не может быть подменена Субтитры создавал DimaTorzok Брунов выглядел везунчиком. Он всегда был выездным, для него не существовало границ, как, впрочем, языковых барьеров. Заграничные поездки, где Брунов представлял советских артистов, стали особой стороной его деятельности и отнимали немало творческих сил. В одной из английских газет критик прибегал к сравнению Брунова с Балиевым. Балиев знал английский язык, но играл человека, не знающего его. Брунов, не зная языка, изображает человека, свободно им владеющего. Остается удивляться тому, что его конферанс на английском доходит абсолютно до всех. За границей Брунова признавали настоящим комиком и даже называли русским Фернанделем. Обращение к режиссуре для Бориса Брунова не было случайным. В 1971 году он окончил высшие режиссерские курсы, получив диплом режиссера эстрады и массовых представлений. За долгую творческую жизнь Брунов поставил множество программ на разных площадках и в разных городах. Даже на стадионах его никогда не подводило чувство пространства. Режиссерская мысль работала изобретательно. Он добился всего. За плечами была яркая биография, зрительское признание, насыщенная жизнь. Стал народным артистом, художественным руководителем театра эстрады, профессором Российской академии театрального искусства. Театр эстрады Борис Сергеевич называл вторым домом. Он поставил в театре более ста программ, участвовал в них как конферансье. В сложные годы он использовал свою популярность, чтобы помочь театру. При входе в театр повесил щит с автошаржем и девизом «Вам всегда рады в театре эстрады». Его очень не хватает в нашей эстраде. И нам всем его не хватает. Потому что можно было прийти к нему просто, приехать в театр эстрад, зайти к нему в кабинет, посидеть, выпить чайку, поговорить о жизни, просто пожаловаться, погревать или посетовать на что-то. И всегда ты найдешь понимание. Он может оставить все дела, если нужно выслушать кого-то, если нужно посочувствовать, понять, дать совет, если нужно побыть рядом с человеком, которому в этот момент необходимо общение. Он всегда был. Он всегда был рядом. Это касалось и зрителей, и молодых артистов. Театр эстрады благодаря Брунову был открыт любому молодому таланту. Он всегда ратовал за сборный концерт, считая, что только так можно познакомить зрителей с молодым дарованиями. Это был лучезарный человек, и он распространял вокруг себя вот эту замечательную энергию таланта. Вот было такое ощущение, что когда был концерт Бориса Сергеевича Брунов, что все были талантливые. Я думаю, что самые теплые, лучезарные, светлые воспоминания, связанные с Борисом Сергеевичем и с театром эстрады, сцена которой многим из нас дала ощущение того великого чувства, что мы артисты. Изменения, произошедшие в жизни страны в 90-е годы, прозительно сказались на эстраде. Уступив место бизнесу, она многое утратила, в том числе многожанровость, составляющую суть сборных концертов, первым и главным лицом которых оставался доверительно беседовавший с публикой конферансье. Архаичность традиционного конферанца стала видна невооруженным глазом. Меня часто спрашивают, ну хорошо, конферанс умер, вы так говорите, ну нет его, а возможно его возрождение? Если честно сказать, я не вижу такой возможности, потому что поступ общества в области искусства такова, столь стремительно, что возвращение простому, милому, душевному разговору со зрителем в рамках сегодняшних зрелищ может прийти только через очень много лет, когда генетически изменится все вокруг чуть-чуть, когда в душу людей, в душу народа придет, ну не абсолютное, но хотя бы относительное спокойствие, и вот тогда, может быть, ему захочется в концерты, где один за другим поет, один за другим танцует и один за другим рассказывает смешные истории, услышать какое-то человеческое душевное слово, сказанное не в образе какого-то персонажа, а самим человеком. Вот если эта потребность у людей появится, конферанс вернется. Способность чувствовать время позволила Брунову не потерять лицо и до конца дней оставаться востребованным. Он не изменял себе, потому что любил ту эстраду, любил артистов, любил зрителей. А самое главное всегда было высокое искусство. И никогда оно вот в устах Брунова и в устах тех, с кем он работал, оно никогда не опускалось вот на ту низкую площадку какой-то брани, какой-то порнухи, какой-то, знаете, такой вседозволенности, которой он это не принимал. Он был иногда очень прост в своем юморе, очень, так сказать, где-то даже, знаете, вот так, совсем простым, но он никогда не был пошлым. Никогда. Вот эта пошлятина, которая сейчас идет таким мутным потоком повсюду, она, конечно, портит людей, которые с этим, с эстрадой связаны. Им кажется, что вот так и должно быть, что вот это сейчас эталон, не эталон. Эталон всегда был Борис Сергеевич Брунов. Брунова не стало в сентябре 97-го. Подвело сердце. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Кажется, с ним ушла та эстрада, которая когда-то была искусством. Брунов был ярким представителем этого искусства и одновременно его верным хранителем. Я не хотела бы ничего другого. Меня Бог просто наградил, я считаю. Я счастлива была, насколько возможна наша жизнь. Эстрада, ты моя судьба. Мелодия и слово, не знаю, как другие я. Эстрадой отколдован, ты с непокорной головой. Не поддавалась к бедам, король и подданный я твой. Тебе душою предан. Светить везде, смешить всегда. Эстрада, это эстрада. Дебют и яркая звезда, и это эстрада. Канкан и песня о любви. Мы все поклонники твои, мы все любители твои. Эстрада, эстрада. Эстрададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад